Рад встрече! Пожимать руки не будем, давайте так. Раньше это была спальня, но теперь мы ее поменяли. Она всегда так выглядит? Да, конечно. Вы просто меня ждали. Ждали оператора с камерой. Они на пансионе, как раз для воспитания независимости и умения за собой следить. Верно. Но студентам нужны инструкции и поддержка, поэтому здесь мы. Такой позитивчик, да, вообще классный. Как тебя зовут? Ноа. Сними капюшон, я уверена, твоя прическа будет прекрасно смотреться. Мне уже пора постричься, как и всем нам. Ты учишься на пансионе, так? Да, уже два года учусь. Откуда ты? Из Малайзии. А это, кстати, откуда я родом. Из Казахстана. О, правда? Я была в Казахстане. В Алматы. Хорошо. Добро пожаловать. Это ваша общая комната? Хорошо. Здесь они смотрят футбол. А, футбол. А это наш глава общежития. Рад встрече. Пожимать руки не будем, давайте так. Рад познакомиться. Это хозяин дома, да? Сколько у вас мальчиков в общежитии? На данный момент у нас 10. Один только сегодня утром вернусь. А какая вместимость? Около 55. Когда я только пришел, было 72. Помните? Да. Затем мы немного поменяли вон те дальние комнаты. Верно. И на втором этаже тоже есть спальни. Давайте покажем. Да, да, конечно, пойдемте. Пойдем этим путем. Хорошо. Здесь две общие комнаты. А это офис главы общежития, мой офис и всех остальных. Ваши двери всегда открыты? Всегда. Всегда. Так и надо. Многие говорят, что его двери всегда открыты. Возможно, даже иногда слишком. О, нет. Ну, я здесь четвертый год, и это важно для меня. Это как раз то, что хотят услышать родители. У меня у самого двое детей. На момент съемки этого видео 11-13 лет. Родились они в Англии и учатся в британских частных школах с первого класса. Пока на дневной основе. Но с 14 лет перейдут на пансион. То есть будут не только учиться, но и жить в школе. Как родитель, и не только как специалист в области британского образования, могу вам сказать, что наставники, такие как Питер, это люди не менее важнее, чем учителя при школах-пансионах. Они становятся, по сути, вторыми родителями ребенка. Именно поэтому, когда я езжу по школам, а я был в сотнях школ, я всегда знакомлюсь с наставниками. Так называемыми хауз-мастерами или хауз-мистресс. Это то, что в рекламных каталогах и на образовательных выставках вы не увидите. И когда я помогаю нашим клиентам компании «Мариаде» с выбором школ, этому аспекту уделяется особое внимание. Подсказки, как можно связаться с нами в компании «Мариаде», будут в описании под видео. Смотрим дальше. А это работники общежития. Ваш покорный слуга и учителя по искусству и плаванию. Это как помощники. Это ваши помощники. Да, и вот еще моя помощница. Мисс Шенкл. Она замечательная. Мисс Эванс. Консультант. И наши старосты. Три мальчика. Они очень хорошие. Раньше это была спальня, но теперь мы ее поменяли. Она всегда так выглядит? Да, конечно. Вы просто меня ждали. Ждали оператора с камерой. Вам это будет очень приятно услышать. Эти ваши мини-закуски и прочее выглядят гораздо аккуратнее, чем у девочек. Спасибо. Можно угоститься? Конечно, пожалуйста. То есть постоянно у ребят есть, несмотря на то, что они три раза в неделю питаются, они могут всегда взять себе печенье. И мы еще осмотрим с кухнью наверху у девочек. И там можно готовить. То есть если уже они постарше, то можно там не только толстые еще. А только девочки, мальчики? Нет, мальчики тоже просто. А вы готовите иногда? Да, кухня там в конце. Малазийскую еду. Покажешь нам свою комнату? Да, да, только сначала я хочу показать вам, как все здесь устроено. Просто, чтобы вы представили в целом. Все, это двухместные комнаты. Хорошо, давайте посмотрим на комнаты. Только давайте постучим, может там кто-то есть. Они оставили вещи, пока они вернутся. Лучше мы снимем эту комнату, потому что сейчас здесь никого нет. Но потом студенты вернутся. Студент из Китая. Здесь мальчик, только приехал и на карантине. Здесь студент из Германии. Там никого. Собственно, так выглядит комната. Хорошо. Вы еще и следите за тем, чтобы в комнатах был порядок? Всегда. Это важно. Они на пансионе, как раз для воспитания независимости и умения за собой следить. Верно. Но студентам нужны инструкции и поддержка. Поэтому здесь мы. Это кухня. Здесь есть микроволновка, кухонные принадлежности, холодильник. Кухни две. Есть еще одна наверху. Она открыта постоянно, кроме ночного времени. А это моя комната. Ага, твоя. У тебя отдельная? Да, одноместная. Из-за ковида у нас сейчас у каждого отдельная комната. Понятно, хорошо. И они отличаются по размеру. Здесь больше места. А почему нет никаких постеров? Потому что я каждый год в новой комнате. Ну, снимаешь и вешаешь опять. Мило, чисто и опрятно. Всегда. Всегда-всегда. Поддерживаем их в порядке уже много лет. Классно, вот приватные такие кабинки. Раз, все, дверку закрыл. И все. Я говорю, что души очень приватные, не такные. Да, в конце коридора есть еще одна. И такая же рядом с кухней. Удобство на этаже – это на самом деле классика британских школ. Есть исключения, где прямо в комнате есть свои удобства, но это достаточно большая редкость. Меня, как родителя, который планирует отправить своих детей на пансион, этот момент вообще не смущает. У нас даже есть отдельное видео, в котором наш подопечный Андрей с очень большим опытом обучения в Англии делится со мной своими суждениями по этому поводу. У нас был на каждом этаже свой, ну не свой, а общий туалет и душ. И приходилось делить его с другими парнями. Где-то в среднем на этаже было 2 комнаты, по 3-4-5 человек. Ну и кто первый встанет, тот и встанется первым. Поставим ссылку на этот выпуск в описании под видео. Там же будут ссылки на другие выпуски по школе Bournemouth Collegiate School. Видео экскурсия по кампусу школы, выпуск, посвященный арт-департаменту, очень сильное направление при школе. В отдельных видео можно будет оценить условия проживания в общежитиях для девочек в том числе. А также узнать, какие есть в школе Bournemouth Collegiate School спортивные академии. Все ссылки будут в описании под видео. Такой позитивчик, да, вообще классный. Вот я всегда, я всегда говорю то, что очень важно, чтобы наставники, вот именно люди, которые следят за детьми, а не только преподавательский состав, были вот такие позитивные, искренние... Я говорю, что очень уютно и очень чисто. Вы знаете, Питер просто невероятный. Мальчики его обожают. Он классный, очень позитивный. И так как он старше, у него получается идеально уравновешивать всех мальчиков. Действительно, получается. Ему не обязательно быть строгим с ними. Они его просто уважают. И это замечательно. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее. Продолжение следует...